Привет и всем! С вами Саша Джиггернаут и сегодня хотелось бы с вами поговорить на тему 10 Windows. Вообще, стоит ли это обновлять или нет? Ведь очень много ходило легенд и сегодня я их все развею. Началось все с того, что 2 года назад, когда я покупал себе ноутбук, у меня там стояла лицензионная восьмерка. И спустя вот эти 2 года, это было буквально летом, у меня появилось объявление, мол, забронируйте бесплатное обновление. О, как в рифму-то сказал. И недолго думая, я, конечно же, зарезервировал, ведь 10 Windows это, как мне казалось, какие-то новые функции, какие-то вау-производительности, но сейчас я вам расскажу поподробнее. Вообще, 10 Windows у многих поставилась еще в июле, но не знаю по какой причине, у меня она обновилась лишь 2 недели назад, а это примерно середина сентября. Многие боятся за то, что это обновление у них полностью удалит весь пиратский софт и в какой-то мере я их понимаю, ведь на сегодняшний день софт стоит очень дорого. Это игры, Windows, к примеру, и так далее. Но, ребята, не все так плохо, я рискнул и решил обновиться. Я знал, что в течение одного месяца можно обратно откатиться к своей старой Windows. Вот, в общем-то, как у меня пришло это обновление, я полазил на форумах, почитал различные умные посты, где говорится о том, что эта винда полностью запретит торрент, полностью удалит все пиратские игры. Но, ребята, как бы не так. Из всего софта, который у меня был на 8-й винде, на 10-й появился... весь. Вообще, отличия идут по дизайну. То есть, если у вас в 8-й Windows открывалось все на весь экран, к примеру, пуск, то в 10-ке это решили сделать более по-олдскульному, то есть у вас открывается небольшая рамка и там как бы все новости. Но, если вы такой привычный к 8-ке, вы можете там также настроить, чтобы именно пуск открывался во весь монитор, во все окно. Главное отличие 10-й винды от 8-й в том, что у вас будут запрашивать вашу геопозицию. Многие боятся, что их могут мониторить везде и всегда. При обновлении, когда вы обновляете 10-й Windows, у вас там будет пару галочек, которые, в принципе, можно убрать. Там отправление статистики или что-то подобное. То есть, почитайте, ребята, и вы обязательно поймете, в чем там заключается весь мониторинг. И теперь вопрос встал уже о производительности. Стоит ли ждать каких-то вау-скоростей, работы программы или количества FPS? Поначалу, да. То есть, я думаю, вы все замечали, когда у вас подлагивает компьютер, стоило переустановить Windows, и все, пожалуйста, у вас 60 FPS. Но по истечению какого-то времени, то есть, вы несколько раз перезапускаете компьютер, и у вас все становится, ну, чуточку хуже. Ну, а со временем это становится все медленнее, медленнее, медленнее. И вы уже, как бы, недовольны своим компьютером. Вы говорите, вот, надо менять, все, все лагает. Хотя вы играете в те же самые игры, что при первом запуске. Еще, ребята, один человек мне писал, что обычно 10 Windows, она не такая уж и скоростная. Когда мы залазим в настройки, у нас будет там кнопочка купить Pro-версию. Pro-версия 10 Windows стоит около 7 кусков. И вот именно, говорят, там-то и будут такие прям вау-производительности и скорость. В общем, ребята, с софтом мы разобрались. Он у вас не удалится, можете не бояться. То же самое и с торрентами, то есть, я также скачиваю там какую-то музыку, какие-то фильмы, те же самые программы. И просто без проблем они у меня все запускают. Итак, ребята, в чем заключается мой главный месседж? То есть, если вы пират или вы там лицушник, не бойтесь. Включите это обновление. Если вы какой-то наркоторговец, вас бы вычислили и на Windows XP. Зачем вам бояться какое-то там отправление анонимной статистики или вашей геопозиции? Без проблем сможете играть в свои любимые игры, как на Steam, так и на каких-то других левых ресурсах. Ну а с вами был Саша Джаггернаут. Обновляйтесь до 10 Windows. Подписывайтесь на канал. Ставьте лукасы. Увидимся. Саша Джаггернаут.